Привет, моя целеустремленная холостячка! Сегодня в этом видео поговорим о самом главном человеке в жизни твоего испанского мачо, о его испанской маме. Я думаю, что нет смысла говорить, для чего ее нужно расположить к себе, или как минимум держать ее в нейтралитете. Ты все прекрасно понимаешь сама. В испанских семьях в основном самые важные решения по тому или иному вопросу в жизни членов семьи, я имею в виду детей, мужа, выносят женщины, то есть мамы, матери, семейства. Если она еще жива, если она находится в здравом уме и здравой памяти, как говорится, то, естественно, к ее мнению, к ее оценкам происходящего прислушиваются абсолютно все. Если это сеньора уже преклонного возраста, то первенство, то лидерство по принятию решений, по рассмотрению тех или иных вопросов переходит к старшей сестре. Если старшей сестры нету, либо она отсутствует в городе, либо вообще это единственная женщина, то даже если она младше твоего жениха, но у нее есть дети, то есть она может по праву называться матерью семейства, то к ее мнению, безусловно, тоже прислушиваются. Конечно, есть в этой истории исключения, когда твой жених живет далеко от семьи, например, это военный, либо госслужащий, либо учитель, преподаватель, которого перевели, потому что он функционарио и он выиграл оппозиционес, тогда, безусловно, этот молодой человек, он обладает уже некой степенью самостоятельности в принятии решений, прежде всего по вопросам личных отношений брака. Конечно, это звучит немного странно. На нашем пространстве, конечно же, мужчины после 18 лет, они просто ставят перед фактом, что мама, я хочу жениться, вот это моя невеста, и какая бы она ни была, то вряд ли в каких-то семьях начинают спорить, либо взывать к здравому смыслу, как говорится. То есть у нас, конечно, с этим дело обстоит гораздо проще. Твой вопрос сейчас может быть, для чего я вообще тебе это рассказываю, для чего я тебя посвящаю во внутренние дела испанских семей, для того, чтобы ты знала иерархию и понимала, от кого исходят те или иные решения и на кого можно повоздействовать или расположить к себе. Итак, как ты можешь подготовиться к первой встрече с мамой? Это на самом деле очень ответственный момент, я думаю, без меня ты это прекрасно понимаешь. Что она из себя представляет, откуда добыть информацию? Это на самом деле не сложно, это все находится на поверхности, даже не нужно глубоко копать. Твой испанский жених будет сам, как соловей, заливаться даже уже в первых моментах переписки о своих родителях. Конечно, здесь тебе эта информация в помощь, потому что ты узнаешь, где выросла мама, в каком возрасте она вышла замуж за папу. То есть вот такие вот моменты, детали, которые тебе помогут в голове определиться с образом этой женщины и понять, какой она по сути человек. Мне в моем периоде холостячества, к счастью и не к счастью, приходилось иметь дело с разными мамами. Они, конечно, отличались не только внешне, но и по внутреннему содержанию. Естественно, от этого отличалась и степень холодности или радушия, которые они проявляли в общении со мной. Конечно, что влияет всегда в этом случае в первую очередь? Это происхождение матери. Здесь, в Испании, наверное, так же, как в другом уголке мира, можно сказать, что если мать выросла в сельской местности, что она все детство провела ухаживая за домашними животными, либо копаясь, как мы говорим, в огороде, то, естественно, это будет женщина простая, прямолинейная, радушная, скорее всего, как большинство испанских мам. Но если это какая-то аристократка, которая выросла в семье банковского работника, либо в семье какого-то политического деятеля, здесь очень много таких деятелей, потому что в Испании очень развита политическая иерархия, даже в какой-то деревне есть обязательно какие-то советники, какая-то местная муниципальная управа. Поэтому эти женщины, конечно, они в жизни ничего тяжелее, вилки и ложки не держали. Скорее всего, в их доме работала какая-то прислуга, может быть, повар. Естественно, все вот эти вот моменты ее детства, взросления, они повлияли на нее. И, конечно, в этом пункте мне стоит поговорить с вами о деньгах в испанских семьях. Если вы слышите разговоры от вашего испанского жениха, что в семье много недвижимости, каких-то объектов, которые сдаются в аренду, что его родители, может быть, проводят часть времени в своей собственной вилле на Майорке, может быть, они привыкли ездить в свои апартаменты в Марбелье. То есть вы, естественно, понимаете, что семья непростая, это доход выше среднего. Безусловно, это все отразится на вас прямым образом. Скорее всего, период холодности, либо испытательного срока, когда семья с прищуром на вас смотрит, и вы чувствуете, что когда вы приходите к ним в гости, на вас, может быть, скидаются какие-то недоверчивые взгляды. И все же это, девушки, мы чувствуем своей кожей, у нас развита интуиция. Поэтому, конечно же, в таких семьях вы можете ощущать некоторый дискомфорт, который, если все будет хорошо, он со временем уйдет. Что еще можно добавить по таким семьям? Что, безусловно, тот период, когда вы находитесь в статусе жениха и невесты, он немножко удлинится. То есть это время, скорее всего, не только жених, но и семья будут присматриваться к вам, советоваться между собою. Вы, безусловно, будете слышать какие-то разговоры о вас, то есть впечатления о ваших недавних встречах с семьей. То есть так или иначе это будет проскальзывать. Ваш жених будет обсуждать гардероб, то есть ваш лук, когда вы будете собираться, например, в ресторан, чтобы отметить день рождения папы. Я это сполна почувствовала и до сих пор чувствую на своей собственной шкуре, как говорится. Никогда не забуду первое Рождество, которое я отмечала с семьей моего мужа. Он мне попросил продемонстрировать несколько вариантов того, чего я хочу одеть. И, естественно, выбрал он самое подходящее, как ему казалось на тот момент. То платье, которое было и не очень скромное, и не очень вычурное. И даже сейчас, когда мы с ним проживаем уже не один год, какое-то более-менее важное событие, он мне просит показать, в чем я иду, и я уже, честно говоря, привыкла. Если раньше, можно сказать, я пыталась дискутировать, почему он не доверяет, ведь я столько времени работала в ритейле женской одежды, я поняла, что он очень трясется, он очень переживает насчет моего образа, имиджа перед его членами семьи. Вообще, девушки, если ставки высоки, и у вас какой-то финди-воберный жених с голубыми кровями, то есть жизнь наша такая непредсказуемая, что можно предположить, что на просторах интернета вы можете встретить и сына какого-то министра, либо дипломата. Случались у меня такие истории перед глазами. То, конечно же, если вы хотите сократить дорожку до брака, вы задавайте вопросы, тем более испанцы, они очень болтливые, и они любят поговорить на такие темы, на которые мы, в общем-то, не в Украине, не в Белоруссии разговаривать не привыкли. То есть вы можете открыто поинтересоваться, какие существуют, можно сказать, нормы поведения или правила внутреннего этикета внутри семьи, о каких темах не стоит говорить, каким образом стоит поприветствовать родителей. Следующий немаловажный момент, на который вам стоит обратить внимание, когда вы будете готовиться ко встрече с мамой, думать, каким образом угодить ей или, может быть, понравиться побольше. Это если ваш испанский жених единственный сын семьи, либо в ней много детей, особенно обращаем внимание на мальчиков. То есть, сами девушки, вы понимаете, что если это единственный сынуля, наследник, а еще хуже, кормилец матери, то она будет разглядывать вас под лупой очень тщательно. То есть она будет обращать не только на ваш внешний вид, но еще будет допрашивать вас о том, что у вас происходило в прошлом, почему у вас не сложились отношения. То есть первые ваши встречи будут напоминать своего рода собеседование. Вы к этому приготовьтесь. Ситуация вообще может быть запущена в том случае, когда мать осталась одна без отца. Либо она вдовела, либо она осталась одна. Что для Испании, особенно для того поколения, какая-то история экстраординарная. Раньше разводы, когда были запрещены, не приняты, случалось такое, что от женщины просто уходил или уезжал муж. Такое случилось в семье с одним моим знакомым. Он всю жизнь прожил с такой мамой, и естественно, мама воспринимала его не только как сына, но и как спутника жизни, потому что все свое свободное время он посвящал ей. Он даже выезжал в круизы, в путешествия вместе с мамой. И естественно, эта мама при всей своей интеллигенции она просто не принимала ни одну невесту. И даже когда этот мужчина сошелся с женщиной, и она стала заниматься каким-то дизайном, высаживать цветы, доходило даже до того, что эта испанка преклонного возраста, она поливала эти цветы хлоркой, чтобы они не росли, чтобы, так сказать, насолить этой женщине и отводить ее от ее любимого сына. Ситуации бывают, безусловно, разные, и это, можно сказать, худшее, что может произойти с вами. Вы имеете в виду это на этапе еще знакомства, когда вы узнаете о семье, в которой вырос, вожжение, в которой он, может быть, до сих пор проживает, потому что некоторые женщины, которые обращались ко мне на консультации, они не понимали, почему их жених, даже уже по нашим меркам преклонного возраста, за 60, он продолжает жить с мамой. Это, конечно же, звоночек, это не очень хороший сигнал, даже если это мужчина, который крепко стоит на ногах, который, может быть, работает на неплохой должности, потому что если маме не 90, вы меня простите за такую мысль, что этой маме, к примеру, 70, ей еще жить и жить, то, скорее всего, вы хлебнете свою дозу недоверия, прищуров, каких-то сомнений в вас, как в благонадежной невестке. Но в основном, не только моя точка зрения, не только мой взгляд на то, что происходит в Испании, но еще и взгляд моих славянских подруг, это то, что мамы испанские, они доброжелательные, они достаточно милые, приветливые. И даже сейчас в моей семье, которая меня не очень хорошо встретила в начале, сейчас у нас очень теплые отношения, я могу сказать, что они меня приняли уже на 100%. Вообще, испанская семья может быть расположена к вам с самого начала, если их сын находился очень долгое время в холостячестве. И особенно маму это может быть заботило, потому что приближается цифра 45-50, а ее сын до сих пор продолжает в свободное время блуждать по барам вместе с друзьями, либо играть в субботу в футбол с коллегами по работе, в то время, когда нормальные семьи либо вместе идут в кино, либо приходят к родителям. То есть в этом случае, когда холостячество испанского жениха подзатянулось, вы можете видеть, что к вам относятся очень радушно, что родители очень рады, что наконец сына решила степениться. Плюс, если у него, к примеру, до вас были какие-то периоды депрессии, может быть, каких-то карнавальных загулов, то, конечно же, родители будут подталкивать этого испанца уже к заключению брака. Ну и очень важный вопрос, который волнует абсолютно всех невест испанских женихов, когда они особенно собираются в первые свидания, там свои нервы. А еще, если ваш жених анонсирует, что вам предстоит отобедать вместе с семьей, чем расположить родителей, чем расположить вообще семью, когда вы приходите? Может быть, что-то купить, может быть, что-то привезти? Я хочу вам сказать, вы не гадайте. Вы лучше задайте такой вопрос вашему испанскому мачо. Уверена, что он вас успокоит. Если надо, он даст вам какие-то свои инструкции, кому какой подход нужен, о каких темах, как я вам сказала, выше лучше не говорить, как можно комментировать то, что сейчас происходит на внешнеполитической арене, вы сами понимаете, про что идет речь. Потому что, если вы думаете, что привезу я икорки, либо привезу я каких-то, не знаю, матрешек, платков, может быть. Я хочу вам сказать, что сейчас все больше семей отказываются от того, чтобы иметь сервант, какой-то стеллаж, с какими-то сувенирами. Помните то, что раньше было модно у нас. Сейчас люди не держат дома, как правило, ни книг, ни каких-то вас, ни каких-то сувениров в открытом виде и доступе. Поэтому вы лучше не тратьте деньги ни на покупку этих сувениров, ни потом, чтобы докупить вес для самолета, потому что вряд ли это кто-то оценит. Также вряд ли кто-то оценит какие-то сладости, потому что, может быть, у мамы диабет элементарно, либо люди, сидящие за столом, просто не поймут вкус шоколада, либо конфет, которые вы привезете. Чтобы быть вообще уверенной в своем поведении, в том, каким образом одеться, каким образом реагировать на те или иные вопросы, я вам дам один лайфхак. Поговорите с вашим испанцем, задайте ему несколько вопросов, а что происходило с бывшей невестой, потому что наверняка бывшую невесту он также знакомил со своими родителями, со своей мамой. Что понравилось маме в ней, что не понравилось. И я уверена, что после монолога, который затянет ваш испанский жених на полчаса как минимум, вы все поймете, чем маму можно расстроить, а чем наоборот удивить и завеселить таким образом, что она толкнет в бок вашего испанского жениха и скажет, классный выбор, на этой девушке нужно жениться как можно скорее. Надеюсь, я тебе помогла в этом на самом деле очень деликатном вопросе. Если у тебя остались нерешенные проблемки с испанской семьей, можешь обращаться ко мне за личной консультацией. Вся информация размещена в тап-линке инстаграма либо на моем сайте lovecoachspain.com Увидимся уже скоро. Успехов! И аста-пронто! Субтитры сделал DimaTorzok